Я думаю, что все пройдет гладко и победит Путин. Он справедливый, он честный. Энергичный, деловой и такой умелый в речах. Раз другого нет, значит пусть пока этот. А что вы думаете про кандидата номер один? Ну, поэтому я здесь. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я как человек, работающий на государственном канале в России, я бы хотела избежать ответа на этот вопрос. Ну, я за Путина. Это значит Россия вперед, так сказать. А сыр, вы знаете, сыр на Урале делают не хуже. Там сейчас ужасное все состояние. Мои бывшие преподаватели и коллеги, которые 7 тысяч, конечно, это же копейки пенсия для учителя. Мне кажется, России надо немножко свежего воздуха. Не знаю, портить бюллетени, голосовать за что-нибудь другое, чтобы хотя бы немножечко... Была такая история, что кто-то против. Ну, такая как Собчак, ну что она может дать России с одной стороны? Тот же Жириновский, Крикун. Ну, вот я бы за коммуниста проголосовал, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что все-таки большая часть населения будет, если против Путина, то за коммуниста, потому что никак не задам в дорогих очках. Наверное, я бы все-таки либо за Явлинского голосовала бы, либо, может, даже за Собчак... Я не знаю. За Собчак хотела выговорить, но вы увидите, я спотыкаюсь языком. Вы пойдете на выборы? Нет. Почему? Не была ни разу даже. Несознательно я гражданин. А вы думали когда-нибудь вернуться в Россию? Уже сейчас поздно, ребята. Уже сейчас все, я эту тему даже... Вот, там было наше будущее, поэтому мы здесь. Да, Мирош? Да. Все, ребята, то я сейчас разливусь. Спасибо.